друзья всем привет сегодня мы будем с вами говорить про транспортные корабли грузовики так называемые в фонлайн тема будет предварительно потом мы поговорим о торговле в следующих видео но чтобы во время обсуждения торговли не отвлекаться на транспортные корабли давайте разберем их отдельно в этом видео я расскажу как они вообще какие они вообще бывают что для этого нужно транспортные корабли 1 левела t1 назовем их так доступны на альфа каунте для этого нам с вами нужны навыки транспортные корабли допуск управления кораблями и на каждый на каждый отдельный класс кораблей я имею ввиду по фракциям нам нужен будет отдельный намок то есть колдарские понятно колдарские грузовые корабли голенские это был коленске грузовые корабли и так далее начальная навык нам нужен допуск проблеми кораблями ну давайте нами на примеры галенского посмотрим что нам нужно то есть нам нужно допуск управлению кораблями 3 левел и хотя бы в единичку выученный вот фракцию грузовые корабли думаю что с этим понятно но давайте разберем вообще как они отличаются почему их так много И если между ними какая-то разница Самый простой это наверное Амарский и Колдарский корабли У них всего по два типа Один скажем так скоростной, другой вместительный В любой фракции есть именно два этих типа Давайте посмотрим на примере Колдарского Баджет это у нас скоростной корабль Как видите вместительность отсека у него не очень большая 3900, зато у него очень быстрый от варп Давайте переведем в симуляцию Базовый от варп 10,31 секунда И он в принципе достаточно фитабельный То есть его можно зафитить, чтобы он варпал достаточно быстро Тайра наоборот, у нее на один слот меньше У нее дольше от варп 13,67 секунд Но зато она гораздо вместительнее Там было 3900, здесь у нас 7 Ну почти в два раза больше Тут к сожалению мои скиллы приписались 7,300 То есть получается да почти в два раза больше То же самое у нас Амарские видите 4,800 и 2,100 То есть они немного менее вместительные Но по идее у них да видите немножко быстрее от варп Поэтому какой корабль учить, если вы хотите просто возить какие-то грузы На самом деле без разницы Но в любом случае вам лучше выучить Галенские Потому что у них есть интересные разновидности кораблей Давайте начнем с Апиталя Апиталь увеличивает, видите на 10% На каждый уровень навык увеличивается Отсек для продукции наземных баз То есть мы можем возить на нем планетарку И отсек этот очень большой Изначально он 45 тысяч метров То есть него можно нагрузить очень-очень много И он предназначен именно для того, чтобы возить с планеты на планету Планетарку, либо же между хабами, чтобы ее продавать И Терон Марк 2, он не имеет каких-либо бонусов Это опять же тот же корабль вместительный То есть он просто имеет базовый 5800 отсек И никаких дополнительных отсеков не имеет Дальше идет Криус Это транспорт минералов То есть мы можем возить опять же 43 тысячи кубометров минералов Миазмос это у нас для руды То есть мы не переработанную руду можем в нее возить 42 тысячи метров Это базовый, то есть чем выше у вас навык На 10% каждый навык у вас увеличивается вместительность отсека Нейрос, ну это опять же скоростной транспорт 9 секунд у него от варп И достаточно низкий, около 2000 Около 3000 Грузовой отсек Дальше идет Минматарский Минматарские корабли У них помимо двух базовых типов Скоростного и вместительного Есть еще Хордер Хордер, который Имеет отсек для боеприпасов То есть 41 тысяча Опять же в нем можно возить патроны Ракеты Ну и тому подобное Поэтому в зависимости от того, что вы планируете продавать Что вы планируете возить Вам нужно выбирать свой корабль Понятно, что первые два типа, которые Например, баджеты Тайра Они универсальные Но они менее вместительные Естественно Из этого нужно и выбирать Отдельно стоит у нас Ноктис Это Оровский спецтранспорт Навык корабли Ора Не знаю, доступен ли он у нас на Нет, он у нас не доступен на Альфа-Каунте Только на Омеге У него Бонус на гравизохваты На дальность действия гравизохватов И на демонтажные модули То есть он обычно используется для Сбора Сальвага У него сверху много Высоких слотов 8 штук То есть максимальное количество У него не литя 5 пушки Только Сальвагеры То есть после того, как вы зачистили Аномальку Вы берете Ноктис И на нем спокойненько летите Все Сальважите Это делается очень быстро Это что касаемо Т1 кораблей Есть еще также у нас Т2 корабли Двух разных типов Есть корабль прорыва блокады И есть корабль Транспортника фронтирного типа Давайте начнем с прорыва блокады У каждой фракции есть По одному кораблю В чем смысл этих кораблей Они могут совершать Прыжки в режиме полной маскировки То есть видите у них Профильные особенности проекта Могут оснащаться Всережимными системами маскировки Приводными мауками скрытого действия И очень быстро она откатывается 5 секунд И вы опять можете ее Активировать То есть отлетая от ворота Вы включаете клоку И спокойненько отварпываете Вам ничего не могут сделать В теории На практике иногда вас ловят Если вы летаете по лоусекам Либо по ВХ Либо по нулям То есть можно надуть бубль И в принципе этот корабль поймать Но летая по хайсеку Это сделать очень сложно И огромный плюс У них Кранированы грузовые отсеки То есть никто не может Просканить Никто не может узнать Что вы везете Давайте я возьму К примеру кран Скорость отварпа Очень маленькая Если поставить сюда Инерт стабы Если поставить в риге Тоже риги на отварп То скорость отварпа Примерно как у фрегата До 4 секунд сокращается 3-4 секунды То есть очень и очень быстро Это опять же Но у него очень маленький Грузовой отсек Примерно тот же кран Имеет 4300 Давайте посмотрим 2 900 3 500 3 600 Ну то есть не очень большие И фитятся они в основном Именно на отварп То есть чтобы возить Дорогие товары Которые Нужно довести До тех же Например Лоусеков Либо До ВХ То есть Фиты И тому подобное Либо какие-то дорогие Когда вывозят Именно уже на фарм К примеру Синьку из ВХ И так далее С этим кораблям Я думаю Все понятно Есть у нас еще Особый тип Т2 корабли Это Корабли Которые имеют Бонус на сопротивляемость У Амара Соответственно брони У Калдаря Щитов У Галентов Броня И у Минмотаров Щитов То есть видите По 4% На каждый Уровень Владения Навыком То есть они Очень Большие резисты Имеют Плюс у них есть Бонус От грузовых кораблей На накачку Щитов Но как правило Ее не используют И на У них есть Встроенные Варп стабы Как видите 2 плюс Увеличивает Защищенность Варп двигателя корабля Но на самом деле Это мало помогает Если вас поймают И у них нету Всережимной маскировки Но при этом Они достаточно вместительные У них есть основной Отсек К примеру 5000 метров И есть отсек Где-то здесь Вот Отсек с общим доступом То есть это так называемый Ангар флота Еще на 50000 кубов И Как вы понимаете С каждым навыком Этот отсек Увеличивается На 5% То есть В принципе Он очень жирный Он примерно Имеет Ехп Как у линкора Давайте попробуем Его запитить Ради интереса Выкидал Небольшой фит Вот Извините Ехп 67000 Это Достаточно Много То есть Чтобы Суицидить Вас В косеке Нужно Постараться Но опять же Стоимость корабля При этом Значительно Растет То есть 320 миллионов Причем Большая часть Это именно Стоимость самого Корабля Но Опять же Видите Резисты Практически 80-90 Процентов Соответственно Если вы Возите Что-то Достаточно Дорогое И при этом Объемное То Можно Использовать Данный корабль Что нам нужно Для фитинга Кораблей В основном Но помимо Средней слоты Понятного резиста Как правило Фитится Что нам нужно В нижней слоты Можно Damage Control Убрать У нас здесь есть Улучшение Викторных установок Инерт Стабилизаторы Первый Второй тип Ну Т1 Т2 Видите 21 секунда Когда мы его ставим У нас уменьшается С вами Скорость от варпа То есть Можно его Поставить Забить все слоты У нас будет Очень маленькая Скорость от варпа Либо Как правило Если нам не нужна Скорость от варпа То у нас С вами ставится Корпусы броня Улучшение корпуса Расширение Грузового отсека На данный корабль Не ставится Но на корабли Класса Т1 Которые Не имеют Какого-то Уникального Отсека Ставятся Каргохолды Они увеличивают Наш с вами Грузовой отсек Давайте посмотрим Здесь видите 6300 Сейчас мы поставим Еще один Каргохолд Давайте все три Запитим Стало 10300 То есть Если мы Фитим Т1 Корабль То соответственно Вместо 7500 Можно получить До 20 Грузовой отсек Понятно Что они Уменьшают У них Есть штраф Они уменьшают Скорость Полного Хода И Запас Прочности Корпуса То есть Холл У нас Будет Меньше Стоит Это Учитывать И Стоит Учитывать Суицидников Которые Сливают Транспортные Корабли Если У вас Очень Низкие ЕХП Они Сканируют И Сливаются Легко Просто Двумя Теми Же Торнат Ками Поэтому Больше Чем 100 Миллионов Корабле Возить Не Стоит Это 90 Процентов Что Его Сольют Если У вас Очень Много В Карго Дорогих Вещей То есть Я говорю 100 Миллионов И Выше Если Вы Везете Там 300 Миллионов То Шанс Того Что Вас Сольют Приближается К 100 Процентов К 100 Процентам Ну Это Все Пишите В Комментариях Че Да Как Че Думайте Следующее Видео Будет Как Корабли Использовать Как Торговать Что Вообще С Ними Делать Если Понравилось Ставьте Лайки Подписывайтесь У меня На этом Все И Всем Пока